Магадан присоединился к всероссийской акции «Блокадный хлеб». В её рамках в областном центре провели несколько встреч. В областной детской библиотеке Мальвина ученикам гимназии номер 13 рассказали о тяжёлых временах блокады Ленинграда. 27 января в России отмечают освобождение города от фашистских оккупантов. 872 дня. Именно столько Ленинград был в окружении. Цель фашистской блокады – вымирание и уничтожение жителей города. Именно тогда в Ленинграде из-за немецкой блокады жителям установили самую низкую норму потребления хлеба – 125 граммов в сутки. Мы заказали специально хлеб в том размере, который был самый минимальный в дни блокады, в самые тяжёлые дни блокады – 125 грамм. И мы таким образом хотим показать именно детям, как сложно и непросто приходилось нашим предкам в эти голодные годы. То есть это такой символ мужества, героического стойкости жителей блокадного Ленинграда. В этот день акцию памяти провели и на улицах Магадана. В день освобождения Ленинграда от оккупации волонтёры Победы раздали информационные листовки. В них данные о временах блокады – сколько домов, памятников разрушено, сколько человек погибло. Для нас важно сохранить эту историю и передавать её нашим потомкам. У нас ветеранов, к сожалению, становится всё меньше и меньше. И вот такими акциями мы напоминаем о том, что нужно помнить, нужно чтить и уважать свою историю. Напомнить людям о этой памятной дате 27 января, когда закончилась эта страшная блокада Ленинграда. Памятка достаточно значимая, так как множество людей не знает о такой дате. И хотелось бы, чтобы население России чтило. Во времена блокады Ленинграда, по разным данным, погибли от 600 тысяч до полутора миллиона человек. Большинство от голода. И важно помнить об этой трагедии.